Встала я сегодня с утра. Знаете, какой у меня был волос-глаз? Вау! Блин, не так. Сейчас, подождите. Фальцет включился. Вау! Не, вау! Нифига себе! Посмотрите, на проверке 69 комментариев. А это значит, я же забыла, я попросила, чтобы хоть кто-то смайлик поставил, хоть кто-то как-то оценил видео, потому что колоссальную работу я делаю, когда монтирую видео. Потому что иногда видео уходит 2-3 раза в день. Вы не представляете, я сегодня встала и думаю, блин, опять монтировать. У меня какой-то такой промежуток был, ну, небольшой. Я вообще прям не монтировала, вот. Даже 3-4, как бы не больше дней. И тут я такая думаю, блин, монтировать. И вы не представляете, какое у меня счастье, какой у меня заряд эмоциональный. Что мне просто даже поставили на видео. Ну, вот, видите, вот это вот мое видео. Мне поставили какой-то смайлик. Я вообще очень благодарна, девчонки. Выходит видео, поставьте хоть что-нибудь, хоть какой-нибудь. Блин, я же ресницы сломала. Хоть какой-нибудь смайлик, я не знаю, звездочку, сердечко, цветочек. Язык он кто-то мне поставил. Ну, то есть, чтобы как-то вот букет цветов, чтобы как-то оценить видео. Потому что, ну, работаю я, вы просто не представляете, целыми днями. Чтобы у вас видео выходило по 2-3 раза в день. Короче, как-то так. Ладно, всех обнимаю. И начинаю свой следующий влог и свой следующий день. Девчонки, посмотрите, тадам! Что мне еще пришло? С утра вы меня порадовали. И потом меня Фаберлик порадовал. Это коктейль новый у меня теперь появился. Видите, у меня теперь три вкуса. Один шоколадный, другой космородиновый. И сейчас клубничный. Та-да-да-дам! Прям я счастливая, такая радостная. Боже ты мой! 15 порций в коктейле. Уже 150 раз вам о нем рассказывала. Его можно делать на воде классическим способом. Чтобы было 98 калорий в одной порции. Здесь в этом пакетике 15 порций. Но я делаю апгрейд этим коктейлям. Чаще всего я добавляю банан. И я добавляю еще кокосовое молоко. Его можно делать на любом растительном молоке. Это кокосовое молоко. Это миндальное молоко. Тогда у него немножко калорийность будет повышаться. А можно делать его классическим способом на воде. Так как я люблю получать удовольствие от еды. А все-таки вот те коктейли, которые белковые, их делаешь на воде. Короче, в любом случае лучше, если вы делаете его на молоке. В моем случае. Пусть там калорийность повышается. Но, по крайней мере, я действительно получаю от них удовольствие. Мне даже спрашивал мой консультант в инстаграме. Настя, как они на самом деле. Потому что можно расхваливать их до бесконечности. Консультанты могут говорить, вау, классный, вкусный. А иногда купишь что-то, а невозможно пить, там есть. Но могу вам сказать, если вы сделаете так, как я делаю. Вот тот апгрейд, который я делаю. То есть я добавляю банан. Я вам покажу сейчас. Наверное, даже сгоняю специально в магнит за бананом. Или, может быть, сделаю в классическом по коваре анти. Чтобы посмотреть, какой вкус без банана, если добавлять. Наверное, да, я в классике сделаю. Просто добавлю молоко. Я делаю так. Я беру коктейль, я добавляю банан. Я делаю на молоке. На молоке единственное. Могу коровье молоко добавить. Могу в некоторой пропорции добавить коровье молоко с растительным молоком. С кокосовым молоком. И делаю некий такой апгрейд. У меня получается вкусный, невероятно вкусный коктейль. Действительно, от которого я получаю удовольствие. Поэтому, если вдруг, девчонки, кто-то из вас уже заказал вот такой вот коктейль. Если кто-то планирует заказать, ссылочку я оставлю, кстати, внизу в инфобоксе к этому видео. Можете перейти, зарегистрируется. И у вас будет скидка до 26% на всю продукцию. Так вот, если кто-то из вас уже заказал коктейль, и он вам не понравился по вкусу, потому что все мы настолько индивидуальны, сделайте по моему рецепту, вы останетесь в полном восторге. Действительно, очень вкусно. Действительно, получаешь от этого удовольствие. Берете, как я обычно беру, где-то 150 мл молока. А я, наверное, завтра вам покажу с бананом. Сегодня сделаю в классическом варианте. Просто хочу попробовать. 150 мл молока любого, ну, коровьего. Я коровьего домашнего единственное беру. Если коровьего домашнего у меня нет, то я делаю только на кокосовом молоке. Могу добавить по вкусу еще 50 мл кокосового молока и потом водички доливаю. И в блендере смешиваю банан, молоко, 250 мл вот этой вот вода плюс молоко. И одну порцию, одну ложечку коктейлей этого. Чуть-чуть, кстати, солю. Вот. И у меня получается, ну, просто вот действительно такая вкуснятина, что невероятная. Потом еще шей... Да, еще хотелось бы сказать про этот коктейль, что он восполняет суточную дозу необходимых микроэлементов, которые вам необходимы. Максимум можно выпивать две порции, потому что если вы больше двух порций выпьете, то будет передоз вот этих вот как раз всех витаминов, которые здесь содержатся. То есть максимум можете две порции выпить. Можно выпить одну порцию. Он как раз заменяет. Вот здесь вот написано процент от рекомендуемого уровня суточного потребления. Вот, видите, 21% вы белков. Все остальное, по идее, вы должны получить с пищей. Жиров 0,7%, пищевых волокон 11% и вот 58... Это в процентах тоже, да. 58% витамина С. То есть можете две порции, передоза не будет. Можете одну порцию, остальное добрать едой. Здесь очень сбалансированный состав, девочки. Во-первых, здесь есть белки. Я вам рассказывала на первом канале, давайте и здесь расскажу, потому что у меня не все на первом канале подписаны. Смотрите, здесь белки и белки в легкоусвояемой форме. Причем три вида белков. Это изоляция соевого белка, концентрат сывороточного и молочного белка. Белка три вида белка. Важно не только, какое количество белка вы едите, но насколько он у вас хорошо усваивается. Потому что с возрастом у нас снижается ферментативная деятельность. То есть снижается, ну, плохо начинает работать поджелудочная железа. Мало вырабатывается ферментов. И белки, те, которые вы едите мясо, оно хуже усваивается, начинает. И у нас это все залежи остаются в кишечнике, происходит интоксикация организма. Поэтому с возрастом нужно есть больше такой легкой пищи. Но вообще ее всегда нужно есть, не важно, не зависит это от возраста. Но тем не менее, что в любом случае... Ой, хоть присяду. Хоть присяду, девочки. Вот, в любом случае полезно легкую пищу есть всегда. Но с возрастом это становится актуальнее, потому что меньше у нас ферментов. А здесь как раз белки в легкоусвоемой форме. Здесь есть жиры, есть здесь углеводы, есть здесь коллаген, который отвечает за упругость и эластичность нашей кожи. Есть конъюгированная линолевая кислота, которая помогает сжигать жиры. И поэтому этот коктейль часто берут. У нас была... Ну, для похудения. У нас была некая тестовая группа, которая получила эти коктейли заранее, за 3 месяца. И они сидели на этих коктейлях. В итоге, в результате, очень многие сбросили кто-то 15 килограмм, кто-то 18 килограмм. Есть даже фотографии, которые гуляют в интернете. Если не забуду, здесь тоже вставлю вам фотографию. Есть биотин. Это тот витамин, который улучшает волосы, ногти. Оно отвечает за волосы, ногти и защитные функции организма. Комплекс витаминов и минералов, который вот здесь, вот целый перечень, их перечислен. Посмотрите, видите, огромный. Тут все есть и селенные, магний, фосфор, и цинк, и все что угодно. Потом пищевые волокна. Пребиотик, инулин. Это улучшает микрофлору кишечника, потому что наше здоровье, в том числе, зависит тоже от правильной работы кишечника. Насколько он засажден, насажен вот этими полезными бактериями. И энзимы, пищеварительные ферменты, которые как раз у вас все то, что здесь есть в составе, сумеют переработать. Еще я очень хотела шейкер. Поберличный. У меня есть, в принципе, шейкер, но мне хотелось, чтобы, знаете, все так было эстетично, гармонично, потому что все зелененького цвета. И учитывая, что у меня уже есть два коктейля, сюда встанет у меня третий коктейль. И, соответственно, это будет смотреться красиво. Если даже вы пока не планируете купить коктейли, рекомендую вам взять хотя бы шейкер, потому что этот шейкер вам пригодится не только для, скажем так, приготовления белковых коктейлей, но и просто, девочки. Я без шейкера не могу, потому что он мне помогает делать омлет. Это как я омлеты очень часто делаю себе на завтрак. Отлично сбивает. Не знаю, как я для омлетов без него обходилась бы. И в качестве венчика, да, то, что призвано сбивать из нержавеющей стали специальная такая пружинистая штука. Когда вы будете взбивать вот этот вот коктейль, то, соответственно, у вас все содержимое будет разбультыхиваться с помощью вот этого вот штучки. Плюс еще ко всему здесь дополнительное, не у каждого, кстати, шейкера есть такая сеточка, которая дополнительно будет, ну, во-первых, фиксировать сам шарик, да. Плюс еще ко всему это дополнительное сито для того, чтобы у вас разбивались комки. Ну, собственно говоря, мы сейчас с вами потестируем. Так что имейте в виду, если вдруг вы пока не планируете заказать коктейль, закажите шейкер, потому что он у вас в хозяйстве пригодится. Вы можете смешивать здесь капкейки делать с утра, омлеты делать с утра. Ну, вот все, что вам нужно взбить без состояния комочков. У нас Доброген есть, кстати, девчонки. И, кто еще не помнит, у нас есть Доброген. Я маме периодически его покупаю для того, чтобы, да, кстати, им тоже нужно заказать шейкер, чтобы они могли сбивать. Я им покупаю Доброген. Его тоже необходимо разбультыхивать. Он для тех людей, у кого есть проблемы с суставами. Мама меня постоянно пропивает. Его, ну, периодически так курсами пропивает. И, что я хочу сказать, она говорит, что у нее результат вот тогда лет, года 3-4-5 назад, она практически не могла ходить. У нее клинила коленка, сложно ей было перемещаться. Сейчас же я ей постоянно покупаю какие-то БАДы. Она у меня курсами принимает Доброген. И у нее нога лучше ходит. То есть, она постоянно смазывается вот этой вот жидкостью. Надо прикупить ей тоже вот такой шейкер, чтобы легче было сбивать. Вот. Ну, собственно говоря, и все. Я посмотрю сейчас, да, мерное здесь деление еще есть, что удобно. То есть, вы можете здесь отмерить необходимое количество. С одной стороны, это, наверное, какая-то сетка такая для, ну, не для русских. Вот. Ай-яй-яй, не падай. А это у нас вот миллилитров как раз меряется. 100, 200, 300 миллилитров. И как раз здесь можно отмерить нужное количество воды либо молока, смотря что вы будете использовать. Все. Сейчас я его помою и с вами сделаем. Тут я на 9 минут проговорила. Так что выйдет у меня отдельной частью. В комплекте, девочки, идет уже мерная ложечка. Помимо того, что здесь смесь вот всех, всего того, что я вам перечислила, здесь сублимированная должна быть либо клубника, мне девчонки говорили, либо малина. То есть, там прям кусочки ягод. Можете себе представить? Не просто там чего-то там химическое какое-то. Прям еще кусочки. И сейчас мы с вами найдем убыститель. Ну ладно. Экстракт ананаса, девчонки, даже есть. Представляете, который будет расщеплять. Ананас же для похудения едет. Клубника. Во! Клубнику сублимационной сушки. Нашла. Нашла. Вот мы все засыпали туда. Кидаем. Та-да-да-дам. Сейчас у нас волшебство будет проходить. И сверху накладываем сеточку. Чтобы добро не пропадало. И да, мне еще понравилось то, что он заворачивается. Не просто как-то фиксируется бамс-бамс, как обычные эти. А вот он закручивается. Так более герметично будет. Шейкер этим понравился. Мне много шейкеров было. Они все вот, ну как защелкивались, так тысячи. Просто как. А тут еще и закручиваются. Это я сейчас делаю фотографию для наших чатов. Вот такая вот вкуснотища у меня получилась, девочки. Видите, даже там плавают кусочки клубнички. Кусочки клубнички плавают. Сейчас будем пробовать. Круто. Очень вкусно, девочки. Невероятное вкуснотище. Офигенно просто получилось. Даже без банана. Это кошмош. Это просто какой-то космос. Правда, реально, девчонки нереально вкусные. Офигенный просто коктейль. Девочки, сейчас я впервые сделала без банана, потому что, знаете, в зависимости от того, какой коктейль вы берете, он какой-то слаще, какой-то нет. Так вот, вот этот очень сладкий. Я его первый раз пробовала без банана. Для меня он притерный. Этот, который с черной смородиной. А потом этот я уже делала с бананом. Мне тоже он показался сладким. Думаю, почему девчонки говорят, что он не такой сладкий, хотя он такой же сладкий. А все потому, что банан тоже сладость дает. И сейчас я клубничный, потому что девчонки говорили, ну, мои коллеги, они говорили, что шоколадный не такой сладкий. А я это его спробовала с бананом, и поэтому он мне казался точно таким же притерным, как и вот с черной смородиной. Надо его просто попробовать завтра, но только без банана. И вот этот вот клубничный тоже сейчас. Я немножко еще соли, я не знаю, говорила вам или нет, я чуть-чуть соль еще добавляю. Так вот, вкус просто шикарный, невероятный, нет никакой притерности. Так что, если вдруг будете выбирать, какой из них самый не сладкий, да, вдруг вы купили черную смородину и, ну, такие, фу, чуть не нравится, сладкий слишком. Обратите внимание на клубничку. Вот она не сладкая.